Встреча с Иисусом. Я всегда молился, и сейчас хочу с вами помолиться, с теми, кто здесь с нами, через интернет или же в провинции Зеоланд, чтобы мы все встретились сегодня с Иисусом. Прежде чем мы с вами пойдем дальше, я хочу вам напомнить о чем-то прекрасном, случившемся в этом году. А вы знаете, что мы с Роуз живем в Амстердаме, мы все знаем, что появились новые компании, доставляющие все, что бы вы ни пожелали, парацетамол, смузи, даже мороженое, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в течение 10 минут. Вы просто открываете приложение, нажимаете на иконку, и вот уже к вашему дому подъезжает электровелосипед, и раздается звонок, и у вашей двери стоит курьер с одной или даже двумя сумками всего того, что вам нужно. И это прекрасно. Даже когда вы сами идете по городу и видите курьеров на велосипедах, я лично радуюсь и думаю, что мы заботимся друг о друге у нас, в Амстердаме. Я же хочу с вами поделиться историей, которая случилась с нами в прошлый понедельник. Вечером я помолился, и мы пошли прогуляться немного вместе. С прошлого года прогулки снова в моде, даже среди молодежи. Молодые люди, которые уже выросли из возраста летних лагерей, записываются в вожатые и снова едут вместе со всеми. Как вам это? Отлично, да? Я помолился. Моя молитва была очень короткой, в одно предложение. Я тут же получил ответ сразу же. Это было прекраснее, чем получить мороженое, заказанное 5 минут назад. Это не значит, что я не люблю мороженое, ведь это самый лучший десерт. У меня был трудный год. Я много думал и делал для того, чтобы остаться здоровым телесно и ментально. Меня переполняли эмоции. Я был рад тому благу, которое я получил от Бога. Я увидел свои пробелы и недостатки. В главе от Иоанна Иисус говорит, что без меня вы ничего не можете. Да, это так, я знаю. У нас с Роуз был последний день отпуска, и нам нужно было на следующий день выходить на работу. Мы говорили о том, надо нам налево или же направо, сколько километров в час нам нужно идти. И я говорил про себя, Господь не Отец, как учил нас Питер. Но Господь сказал я, я не знаю, на чем мне сконцентрироваться в этом сезоне. И вот в течение пяти минут мы сели на скамейку. И вот к нам подошла женщина. Когда мы гуляем, то к нам подходят люди поговорить, многие из них немного заблудились. Я думал, что это был тот же случай, как верно. Эта женщина услышала от Бога, что ей нужно поговорить с нами. Эта женщина спросила нас, можно ли ей чем-то поделиться с нами. Мы улыбнулись ей и установили контакт. Она сказала, Иисус, я обращаюсь к тебе. Я не хотела говорить с вами, но он сказал мне, что я должна подойти к вам. Я подумал, очень странно, и меня сочтут за странного. Я тоже так подумал. Она начала восхвалять Господа и благодарить меня. И она мне напомнила о благодати, что я уже получил. У меня было такое чувство, что мы были в церкви, и с нами рядом был Бог. Она начала пить. С собой у нее был пакет с едой, который она несла домой к ужину. Она поставила его на скамейку и стала петь и говорить об Ионе. Она не пошла домой, сказав, что хочет остаться здесь. Ведь здесь Господь. Настроение было чудесное. Но выше всех ожиданий было то, что я получил ответы на свои вопросы. Я почувствовал, что в духовном мире что-то изменилось. Я почувствовал это в моем сердце, а в моих мыслях. А в моих мыслях и в сердце я ощущал, что Бог тронул меня. И всю неделю я ощущал Его присутствие. Я встречал Его каждый день. Я разговаривал с неверующими коллегами, клиентами, супермаркетами. Я чувствовал присутствие Бога. Поэтому я хочу с вами поговорить сегодня о встрече с Иисусом. Иисус — это не абстрактный концепт или историческая фигура, жившая две тысячи лет назад, в которую мы верим. Нет, Он живет здесь и сейчас, и в нас. Если вы Его примете, Он вместе с Отцом и Святым Духом придет к вам. В Евангелии от Иоанна, так подробно об этом сказано, прочитайте Его от начала и до конца. Когда вы Его принимаете, то это не означает, что «Вот Он мой билет на небо», и вы горбитесь от тяжести и усталости. Нет, вы идете с надеждой по жизни и просите Иисуса привезти вас домой. И Он ведет вас по вашему пути, наполняя вашу жизнь миром и радостью. Встречу с Иисусом я выделяю как самую главную тему. Но у меня еще есть две подтемы на сегодня. Как сделать так, чтобы эта встреча происходила не только по воскресеньям, но каждый день был прекрасен так, как первая встреча с Иисусом, когда вы впервые ощутите Его присутствие. И тогда вы каждый день будете вспоминать это. Вот, год назад я был в церкви Дор Брейкерс, или же 30 лет назад я был на конференции в Лондоне. И вот там я встретил Иисуса. Нет, не так. Вы будете ощущать Его каждый раз, в любое время дня и ночи. Иногда, если быть честным, это просто огромное везение. Мы сегодня откроем Библию. Я, конечно же, могу наполнить эти 30 минут, рассказывая вам о своем опыте, но я принесу вам большее благо, если мы вместе обратимся к Слову Божьему. И вы что-то для себя откроете, и в вашей жизни что-то изменится. А вы не только скажете мне, как прекрасно, что у тебя, Питер, был такой опыт встречи с Иисусом, но вы сами ощутите Его. И вы в понедельник, во вторник, на следующий год, и через 10 лет вновь скажете себе, Бог добрый, и Он со мной. Несмотря на все испытания, с которыми вам еще предстоит встретиться в вашей жизни. Я живу не от того, что я силен, но от того, что Он всесилен. Обратимся же прежде всего к псалмам. Давайте вернемся, несмотря на наше восхищение Господом. К мудрости, которую мы несем людям, иначе я вам ничего не успею рассказать. Итак, вложил в уста мои новую песню. Хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Здесь говорится об опыте ваших чувств и накоплении знаний. И вас приглашают восхвалять Бога, искать благодати Его. Мы все проходим через трудные ситуации в жизни, как я уже говорил. Я тоже последние месяцы боролся за здоровье своего рассудка, но это Господь вытянул меня на путь здоровья. Об этом сказано в главе Послания к римлянам. Это опыт, ваш опыт, через что вам пришлось пройти, но не отдельный концепт у вас в уме. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. Еда и питье — это то, что вам каждый день нужно. Иисус нам говорит, что наш Небесный Отец знает о том, что вам каждое утро нужен бутерброд с сыром или бутерброд с хумусом, если у вас непереносимость лактозы, и что нам нужно пить каждый день. Если же вы концентрируетесь на Боге, то вы думаете о каждодневных нуждах, и об этом известно нашему Отцу. Он способствует тому, чтобы ваше внимание было обращено на то, что внутри вас есть Святой Дух. Одна треть Царства Божьего — это ваша справедливость, невиновность, как ваша индивидуальность в Иисусе Христе. То есть, я свободен от вины и стыда, я праведный, я больше не грешник. И две трети — это эмоциональный опыт, покой, то, что вы ощущаете в мыслях и в сердце, радость, которую вы тоже во время трудностей можете ощущать. И все это не зависит от того, что происходит вокруг вас. Но если у вас живет Иисус, то вокруг может бушевать буря, но внутри вас, на удивление, будет мир и покой. А знаете, я как-то сидел рядом с родителями, которые потеряли четырехмесячную дочь. И в то время, как мы обсуждали то, как бы они хотели видеть похороны, я чувствовал присутствие Бога рядом. Я видел это на их лицах. Да, у нас горе, и ему есть место в нас. Я думаю, что в тот самый момент у этих родителей внутри был мир и покой. Это и есть эмоциональный опыт. Но Илона уже делилась с нами тем, что эмоции — это не есть что-то запретное, что нужно прятать и подавлять. Эмоции и чувства даны нам Господом. Эмоции не главные в вашей жизни, они не ведут вас к цели вашей жизни. Они как сигналы на панели управления, что вам необходимо поддержка, забота или же просто отдых. Давайте вернемся ко встрече с Иисусом. У меня есть для вас два пункта, которыми я бы хотел поделиться с вами. Они же помогут вам до конца ваших дней, здесь, на земле, да вместе с ним, несмотря на ваши ситуации, удачные и неудачные полосы вашей жизни, чтобы у вас всегда был внутри мир и покой, радость от того, что вы с ним. Вы праведны, вы больше не грешник, даже если вы все еще испытываете сомнения. Знаете, если вы пустили Иисуса в свою жизнь, вы больше не грешник. И сила этой трансформации не в вашей собственной воле, но в том доверии, что Иисус уже сделал для вас, и что вы несете справедливость Божию. Вы праведны. И в тот момент, когда вы знаете, кто вы есть на самом деле, вы медленно начинаете меняться, действовать согласно тому, кто вы есть. Я не обезьяна, я не веду себя как обезьяна. Я человек, я справедливость Божия, я несу справедливость Божия. Итак, пункт первый. Я хочу с вами поделиться, как же нам удержаться в этом праведном состоянии и как расти дальше в этом от величия к величию. Идите, несмотря на сопротивление. Для меня выступать здесь на сцене часто бывает трудно. Это вызов. Питер говорит с энтузиазмом, но вот мне трудно, я переживаю разрыв, я чувствую, что болен. В Библии нигде не говорится, что будет легко, что вы не испытаете трудностей и сопротивления. Даже больше. Многие. Я тоже говорим об обетованиях Господа. И одно из обетований, которые дает нам Господь, это то, что вам встретится с сопротивлением и трудностью с того самого момента, как вы решите следовать за Иисусом. Вы встретитесь с неприятием в семье, с неприятием среди ваших друзей, но даже в вашем собственном теле может зародиться неприятие. Я хочу вас подбодрить. Противление само по себе неплохо. Вам просто нужно идти вперед. Мы почитаем из Библии. Иаков, брат Иисуса, рожденный в роду Иисуса, я имею в виду, он не заносился, а просто сказал вот так. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленом, находящимся в рассеянии, радоваться. Мы за прошедшие полтора года тоже не могли часто встречаться друг с другом. В то время они не могли еще позвонить друг другу через видеозвонок, а посылали друг другу письма «Благодарим Иисуса за интернет. С великой радостью принимайте». То есть не только чуть-чуть радости и чуть-чуть волнений. Нет, лишь радость. Братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение, то есть если вас окружают трудности, если вам легко по жизни, хвалите Господа, но если вы испытываете трудности, радуйтесь еще больше, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Но терпение же должно иметь совершенное действие, то есть вам нужно развивать в себе терпение и в понедельник, и в воскресенье, и на другой неделе тоже. Зачем вы это делаете? С какой целью? Чтобы вы были совершенно во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Я попросил мудрости, и в течение пяти минут к нам подошла Дорис и говорит, Бог уже давным-давно все сказал вам вот так и вот эдак. Нет, она пришла подбодрить нас, она запела. И говорит, я вижу, что вы воодушевлены, но вы даже не представляете, что вы воодушевляете меня еще больше. Мы даже об Иисусе не говорили. Она сказала, я воодушевляюсь тем, как вы на меня смотрите и как вы мне улыбаетесь. Франциск, осийский, монах из далекого прошлого, говорил нам, проповедуйте Евангелие, благую весть. Если нужно, используйте свои слова при этом, но иногда и улыбка, зрительный контакт, или же, когда вы просто уделите время другому человеку, это действие не всего. А видите, противление не надо бояться. Ему надо радоваться. Даже спортсмены, зачем они рано встают и идут, мучаются в спортзалах, на стадионах, за тем, что их мускулам нужна нагрузка. Тоже противление, чтобы они оставались в форме. Для того, чтобы в тот момент, когда мое тело испытает сильную нагрузку, оно преодолеет ее, а не сломается. Духовно же это происходит точно так же. После того, как Дорис пять раз сказала нам, что уже заканчивает, она сказала, ну, теперь все. Я иду разогревать свой ужин. Я сказал Роуз, что прошедшие месяцы я чувствовал, будто мы выбирались из ямы. Это не так, мы просто преодолевали себя, шли через противление. Бог открыл нам новый сезон, и мы были недостаточно опытны. Мы делали что-то новое. И вдруг, вот тот образ жизни, что у нас был, у меня появилось гораздо больше свободного времени, я тратил на все меньше времени, у меня оставалось больше энергии, и вот эта свобода закончилась. И в этом сезоне мне нужно было делать свой активный выбор во всем. Мы не выкарабкивались из ямы, а шли в новый сезон, преодолевая свои трудности. Мы росли. Наш Отец не радуется тем спрятавшимся, боящимся христианам, зовущим Его, но тем, кто активно приближает царствие Его на своих сильных плечах, вместе с Духом Святым, не боящихся войти в самую страшную тьму. Ведь им не нужен внешний свет. Иисус их свет. Иисус во мне. Я несу Его свет. Я не боюсь тьмы и ничего, чтобы не встретилось мне на моем пути. Я буду твердо стоять и увижу, как сатана обратится в бегство. Это обетование не только для Питера Ван Дайка, но и для Роуз Ван Дайк Пауэ, для Майкла и Мириам, и для каждого, кто смотрит нас по интернету. Дамы и господа, Иисус любит вас. Знаете ли вы Его или нет, не имеет значения, скептиково или нет, читали вы Библию или нет, он всегда будет на вашей стороне. Посмотрите на стих из послания Иакова. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Это означает, не прямтесь, не держитесь за свою правду, доверьтесь Богу, тогда Он сможет нести вашу ношу, и тогда вы почувствуете, как вам станет легче. В отпуске в Греции мне на пляже делали массаж. Дама сказала, я две минуты буду вам бесплатно делать массаж. У вас вот тут очень напряженные мышцы. Да, верно. И спустя две минуты, конечно, ее не удалось расслабить эту мышцу, но та встреча с Иисусом, которую мы пережили с Дорис, за одну минуту, все напряжение улетучилось из моего тела. Знаете, мы иногда чувствуем противление, как торможение. Но Бог использует его для того, чтобы ускориться, потому что Бог поворачивает все к лучшему, не только для вашего личного благополучия, но, как сказал Ариан Пауэ, в приоритете Бога, что он хочет, чтобы не только у нас было все устроено прекрасно, и мы так прекрасно сидели в Амстердаме на первом ряду. Да, мы действительно хорошо живем в Амстердаме, но если ты с Богом, Бог даст вам все необходимое. Бог всегда с вами, и этим многое сказано. Даже если вы видите, какую сумму вам нужно отдать за аренду жилья, я могу говорить и дальше, но лучше будет, если мы перейдем к следующему пункту, и это спокойный образ жизни. Да, мы все созданы для работы. Мы снова посмотрим на прекрасный стих из Библии, ибо мы его творение. Бог наш создатель, и он нас придумал, сделал совершенными, и в то же время несовершенными, со своими достоинствами и недостатками. Мне нужно смотреть в Библию. Здесь, в Барнефельде, столько улыбающихся, я полон энтузиазма от вас. Вам это прощается, Иисус любит вас, ибо мы его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Бог отвел нам исполнять добрые дела, великолепные дела, которые он для нас заранее приготовил. Дорис напомнила мне перечитать историю Ионы. Мы созданы для работы. Стих Коринфянам говорит нам, что мы коллеги Бога, ибо мы соработники у Бога, а вы Божья Нива, Божие строение. Но и это еще не все. Поэтому я хочу с вами почитать еще один стих. Он для меня был решающим. И Роуз в этом свете помогала мне изменить мой образ жизни, чтобы нам через два года можно было сказать, какие прекрасные события мы пережили с Богом за последние десять лет, но чтобы мы еще в свои восемьдесят смогли сказать, те десять лет были невероятными. Но послушай, что приключилось со мной вчера, когда я пошел по магазинам вместе с женой. Давай, почитаем стих евреям. Вы можете читать и в своей Библии, или же на экране, как вам удобнее. Немного предыстории. Речь идет о евреях, которые не приняли Иисуса. Мы видим в ветхом завице, что Бог все время с израэлитянами. И так же, как и мы, имеют свободу воли, принятие Иисуса, или же отказаться от Него. А в этом и заключается свобода воли. И у евреев тоже она есть. То есть тот выбор, который вы делаете, или же не делаете. Отсутствие выбора, это тоже выбор. Этот выбор влияет на ваше расположение духом. Посему для народа Божьего еще остается субботство. У них есть закон, я был в 2019 году в Израиле. В Шаббат вся страна затихает, даже лифты. Они работают, но останавливаются на каждом этаже, чтобы вам не нужно было нажимать кнопку, ведь это тоже работа. Но у нас не так строго, мы же с Иисусом, и нам и бекон разрешается. Есть, это тоже радует. «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Да, мы сделаны для работы, но нам и от дел нужно отдыхать, как и Бог от своих. Даже Бог, не устающий никогда, тоже отдыхает от дел своих и подает нам пример. Итак, постараемся войти в покой оной, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Здесь сказано, если вы не отдыхаете, то вы в один прекрасный момент упадете от усталости. Если я не буду заправлять свою машину, старую, не со штекером, но с бензином, то она встанет, я больше никуда не смогу доехать. Старую, не со штекером, но с бензином, она встанет, я больше никуда не смогу доехать. До работы точно не доеду, так как до нее далеко идти пешком, поэтому и нужно отдыхать, чтобы идти дальше. Бог говорит нам, что суббота для человека, а не человек для субботы. В Ветхом Завете мы видим, что на человека было огромное давление религиозных правил. Иисус же сказал, что мы должны отдыхать, и это не закон, а обетование, даже благодать, которую посылает вам Господь. Если взять израэлитян, то для них очень сложно выделить в своем графике выходной день. Я два дня работаю волонтером, и оставшиеся пять дней мне надо работать, ведь за жилье мне нужно чем-то платить. Да, я уже почувствую вашу боль. Бог решил в тот момент, когда люди решили соблюдать субботу, Он дал им вдвое больше, чтобы они смогли ничего не делать по субботам. И что же случилось потом? Шаббат устраивали с пятницы на субботу. Сейчас, к счастью, мы можем сами выбирать свой выходной. Мы с Роуз выбрали понедельник, потому что по воскресеньям мы очень заняты. Поэтому для нас это не выходной день. А в понедельник мы отдыхаем и верим в то, что Бог нам поможет не испытывать финансовых трудностей, чтобы у нас были не только плодотворные недели, но и месяцы, чтобы мы оставались энергичными. Для всех тех, кто только что вернулся из отпуска, вы еще все с красивым загаром, с улыбкой на лице и говорите отпуск, как глоток свежего воздуха. Я тоже заметил, что после недели отпуска у меня словно голова посвежала. И дело не в том, что я устал, но в том, что от рутины я потерял свой запал. Как же мне позаботиться о том, чтобы я всегда оставался включенным в свое дело отдыхать. То есть, как же вам встретиться с Иисусом? Во-первых, не бойтесь и не бегите от сопротивления. Вам нужно идти через любое сопротивление и соблюдать режим труда и отдыха. Я имею в виду отдых, настоящий отдых, а не мысли о том, что вам этот день не оплатят. Не такой. В этот день вам нужно зарядиться, а не изматывать себя заботами по дому. Некоторым это нравится, но я от этого не отдыхаю. Занимайтесь тем, что вас наполнит энергией. Во имя Иисуса. Аминь. Я хочу с вами прочесть две молитвы. Во-первых, для тех, кто здесь в зале или сейчас, или позднее планирует нас посмотреть в интернете. И для тех, кто еще никогда не связывал свою жизнь с Иисусом, но хочет сделать это. Может быть, вы видите его учителем, который вдохновляет вас. Может быть, вы читали хорошие книги о нем, но никогда еще не приняли его как своего личного спасителя. Скажите ему, Господь, я веряю себя, тебе, веди меня по жизни. Я хочу идти с тобой дальше по жизни. И вторая молитва. Если вы хотите, вы можете вместе со мной помолиться. Вам сегодня очень повезло. Вторая молитва для тех, кто хочет сильнее прочувствовать с Богом. И не только для себя, потому что Бог хочет, чтобы у вас были хорошие отношения, чтобы у вас все было прекрасно в финансовом плане. Бог хочет, чтобы неверующий коллега узнал его, чтобы куда бы вы ни пошли, люди вокруг вас узнавали Бога через вас. чтобы у них произошла встреча с Иисусом. Пожалуйста, вытяните руки, если вы хотите принять Иисуса в свою жизнь, и помолитесь вместе со мною. Мы скажем это вместе, Иисус, благодарю тебя, что ты любишь меня, и что ты рядом со мною. И более того, ты стучишься в дверь моего сердца, я вверяю свою жизнь только тебе. Я благодарю тебя, что ты каждый раз идешь вместе со мною, и что ты всегда рядом со мною. Мое сердце полностью будет стремиться к тебе. Благодарю тебя, Господь, что ты меня полностью обновляешь, что я рожден в твоем царстве, что я прощен, и что я больше не грешник, что я могу получать твою благодать и ощущать ее частью меня самого, что я больше не раб зависимости и греха, и ты даешь мне силы жить в свободе, не только сейчас, но всю мою жизнь. Благодарим тебя, что все те, кто в Иисусе, могут всю жизнь жить свободно от греха, что если я запнусь, ты мне поможешь стать, и все еще я могу сказать о себе, что я праведный, я не грешник, благодарю тебя, аминь. Это вторая молитва, это для тех, кто хочет еще интенсивнее встретиться с Иисусом, а мы давайте поаплодируем этим замечательным людям, пожалуйста, чтобы я не только говорил вам о том, что со мной произошло пять лет назад, десять лет назад, я хочу, чтобы я каждый день шел выше и выше, от радости к радости, чтобы я чувствовал его присутствие, его спокойствие. Я прошу вас, разведите руки в стороны, доверьтесь Богу, покажите своим телом, что вы стремитесь к Нему, что без Него вы ничего не можете. Дух Святой вдохнул в вас жизнь. Я молюсь здесь за каждого, кто протянул руки, кто только собирается это сделать, только если вы в машине, держитесь, пожалуйста, руками за руль. Я молюсь, чтобы вы получили сейчас духовный дар, и получаем мы его не от своих заслуг, не потому, что мы десять часов читали Библию. Я молюсь, чтобы другие люди от вас услышали слова мудрости. Вы делитесь своим даром с людьми. Другие люди услышат для себя и для своих семей слова мудрости, а вы вложите им в сердце, свою любовь везде, где бы вы ни были. И ваша вера укрепилась, была твердой и непоколебимой, и на этой вере будет строиться ваша жизнь во имя Господа Иисуса. И ворота в ад будут пусты. Мы все попадем в рай. В аду будет пусто, а рай будет полон, и у нас будет новая земля во имя Иисуса. Господь, мы любим тебя, мы благодарим тебя. Видите, противление не надо бояться, ему надо радоваться, даже спортсмены, зачем они рано встают и идут мучиться в спортзалах, на стадионах, да чтобы быть сильнее. Давайте же все встанем и поблагодарим нашего отца, который не только дает нам список хороших дел и поступков, но хочет, чтобы у нас с ним были личные, добрые отношения. Будем же обращаться к нему, как к своему Иисусу. Иисусу